Вот уж действительно высшая предвыборная математика. Без калькулятора сразу не разберешься в новом законопроекте о выборах губернатора. Кандидату придется заручиться поддержкой 10% муниципальных депутатов. Это примерно 150 человек. При этом разбросанные они должны быть по разным округам, чтобы охватить три четверти муниципальных образований, то есть 83. Именно этот серьезный барьер на пути кресла губернатора объединил петербургскую оппозицию. КПРФ, СССР и Яблочники подготовили свой альтернативный проект закона с 5-процентным фильтром. Они уверены, цифры, предложенные Единой России, отнимают шансы у любого оппозиционного кандидата. Вся эта история приведет к еще большему нарушению на муниципальных выборах. Во-вторых, я думаю, очень важное обстоятельство, на которое указал Алексей Ковалев. Я думаю, что коррупционный фактор будет очень велик. Еще, я думаю, что, конечно, шансов практически нет. И ведь могла бы даже завязаться серьезная политическая борьба, если бы не хромала партийная дисциплина у членов фракции «Справедливая Россия». Депутаты Анохин и Лорионов поддержали законопроект «Единой России» вместе с либерал-демократами. В итоге 27 голосов за закон со скрипом, но проходит первое чтение. Помимо серьезного муниципального фильтра, он лишает возможности участвовать в выборной гонке самовыдвиженцев. Кандидаты должны быть представлены только политическими партиями. Для регистрации партии требуется сейчас в соответствии с федеральным законодательством 500 человек. Для того, чтобы собирать подписи, необходимо десятки тысяч человек. Поэтому это нормальная демократическая форма выдвинуться от той или иной партии. Споры возникли и вокруг изменений в устав города. Принятая поправка гласит, губернатором может быть избран человек старше 30 лет сроком на 5 лет и не более, чем на 2 срока подряд. А учитывает ли эта формулировка действующий срок губернатора Полтавченко, задумались оппозиционеры. Оказалось, нет. Губернатор ведь был назначен, а не избран. А это значит в запасе у Георгия Сергеевича есть еще 2 потенциальных срока. Вызвал вопросы и предельный избирательный фонд в 100 миллионов рублей. Понятно, что когда замаячила сахарная косточка власти в городе, и тут же, конечно, начали разговоры о том, что нужно увеличить максимально размер избирательного фонда, потому что, естественно, что некоторые политические лидеры рассчитывают объединить средства криминальных олигархов для того, чтобы притянуть своего кандидата. Новый законопроект о выборах губернатора не оставил равнодушным, пожалуй, никого. Пришедшая на заседание Оксана Дмитриева, она, кстати, не раз говорила о своем намерении претендовать на губернаторское кресло, уверена, только единый кандидат от оппозиции сможет пробиться сквозь фильтр. Ее однопартиист Алексей Ковалев даже не постеснялся подсчитать цену муниципального мандата – 20 тысяч долларов. Такова, по его словам, будет плата за голос. Ну, я так прикидываю, просто какая зарплата, посмотрите, муниципала, сколько он может заработать на этой должности путем получения соответствующих откатов за муниципальные программы. И вот вы увидите, сколько примерно это стоит. Я уверен, что это вырастет еще в несколько раз. Я вам говорю, первым будет платить меньше, а дальше будут платить больше. Расти будут, по-видимому, не только тарифы, но и градус накала страстей в Мариинском дворце. То, что первое чтение законопроект преодолел со скрипом, говорит о не менее жарком втором. Поправки депутатов принимают до следующей среды. Так что многое в порядке избрания губернатора еще может поменяться. Виктория Жюрик, Евгений Богатов и Григорий Павлов. Петербургская неделя.